Необычное дело предстоит рассмотреть Башкирскому суду. Местный житель организовал в селе Байтурово собственную платную дорогу. Предприниматель установил шлагбаум и за проезд брал 150 рублей. Свои действия объяснял тем, что самостоятельно чистят дорогу. После многочисленных обращений жителей прокуратура бизнес закрыла. Однако теперь дороги нет совсем. И водителям приходится делать крюк в 100 километров. С подробностями Алексей Агров. Вот так оплачиваются деньги 150 рублей и выезжают из деревни Байтурово. Теперь эти кадры могут стать доказательством виновности предпринимателя Зухара Латыпова. Бизнесмен собирал деньги за проезд по дороге, которая ему не принадлежит. За въезд и выезд из деревни Байтурово мужчина брал по 150 рублей с машины. Аргументировал это тем, что чистит путь сам и тратит деньги на солярку. До шлагбаума доезжаем, и он говорит нам, говорит, я говорю, пропускайте. Он говорит, да нет, зачем, говорит, вы, говорит, оплатите. Я говорю, в смысле, за что я должна оплатить? Это не его лично, просто он уже свои условия ставит уже, понимаете. В итоге этой истории заинтересовалась прокуратура, которая обязала предпринимателя демонтировать шлагбаум. Сейчас бизнесмен ждет суда. Вот только многие местные жители снова оказались недовольны. За дорогой теперь никто не смотрит. Теперь платить за проезд никому не нужно. Дорога между двумя районами в Башкирии, Мишкинским и Благовещенским свободна. Шлагбаума нет, но проехать здесь все равно не получится. Ни за какие деньги. Дорогу замело, хотя предприниматель Зуфарлатыпов не чистил ее всего 4 дня. Здесь было широко. Здесь 2-3 машины спокойно влазило. Я чистил дорогу широкую, чтобы машины свободно проезжали. Предприниматель Зуфарлатыпов говорит, что ездить через свой шлагбаум никого не заставлял. Тот, кто платить не хотел, мог выбрать другой маршрут. С крюком в 100 километров. И ночью, и днем чистил. Ночью, если бурана есть, то ночью чистил, чтобы люди уезжали в выходные домой или приезжали. Пятницу по ночам чистил бывало. Как выяснилось, дорогу, которую чистил предприниматель, на карте вообще не существует. Именно поэтому чиновники двух районов за ней никак не следят. Объясняют, тратить бюджетные деньги на то, чтобы чистить поле, не могут. Но проблема должна решиться. Глава администрации нашего района обратился с ходатайством. Главе администрации Балагейшинского района данный вопрос, рассмотрение вопроса строительства, глава администрации поддержал. В итоге Зуфар Латыпов, как сам говорит, по многочисленным просьбам сельчан вновь организовал уборку снега. Но уже без шлагбаума желающие заплатить нашлись сразу. Среди них даже те, кто раньше был недоволен. Оказалось, 3 километра по прямой по платной дороге дешевле, чем 100 по бесплатной. Вы сами представьте, 60 километров лишнего через Бирск проехать и обратно 60, 120 километров. На 120 километров затратишь-то намного больше на бензин и по времени. Для нас эта дорога выгодная, потому что через Мишкино поедем, 170 километров надо поехать в Уфу, а вот сегодня у нас 70 километров только. Насколько законна предпринимательская деятельность, Зуфар Латыпов теперь должен решить суд. Будет ли мужчина и дальше чистить дорогу, за свой счет он пока не знает. Так или иначе, к весне снег растает и ездить здесь все будут бесплатно. Алексей Агров, Сергей Шелепин и Зефир Абзалов. Вести. Башкирия.